приветствую вас третьей части по вязанию варежки и так мы закончили здесь вот верхушечку нашу закруглили теперь сделали вот в последнюю петельку на которую мы нанизывали 2 воздушные петли и я просто их вытянула обрезом ниточку вот так вот то есть вы потом этот кончик спрячете в серединке то есть так крючочком аккуратненько ведете в серединку и вытянете а вот эту получается вот эти дополнительные петельки которые мы с вами делали другим цветом либо там таким же мы просто вытягиваем то есть вот так вот аккуратненько поддевая спицей вытягиваем и как вы видите у нас остались здесь как я вам и говорила открытые петельки теперь вот у нас открытые петельки и у вас снизу должны получиться 5 петелек а сверху 4 не пугайтесь что неровное количество петелек так как у нас ну скажем это такие небольшие дефекты трикотажного шва так как у вас пятая петелька вот здесь она находится то есть как бы прикреплена косички и вот таким образом мы сейчас одеваем вот эти петельки на спицы верхние можете на одни спицы на одну спицу одеть а нижние можете на другую одеть ну то есть как вам удобно а теперь берем ниточку нашу и так немножечко от краешка отступите хотя бы сантиметров 10 на всякий случай чтобы если у вас получится как бы неровные такие вот петельки дырочки может какие-то чтобы вы смогли их аккуратненько подшить и так вот я нанизала на спицу петельки но я наверно поделил на 3 то есть у меня будет провязываться пальчик на 3 спицы мне так будет гораздо удобнее четвертая будет ходовая потому что я так подумала если на 2 их это неудобно на 5 это тоже не совсем удобно и так я переодеваю на 3 спицы и на эти же 3 я буду нанизывать петельки каким образом смотрите вот я оставлю краешек такой подлиннее и беру начинаю вот этих петелек сверху просто провязывая вот этой ниточкой все верхние петельки то есть вот так вот у меня их 4 и я по бокам набрала вот эти вот дополнительные петельки которые у нас как в трикотажном шве я вам говорила в косичку запутали и так провязав и постепенно добавляете с боковых сторон вот у вас бачок весь между первой и второй спицы у вас в бачке здесь такая вот как бы сказать зазори либо просто провяжите вот так вот плотненько вторую спицу либо с дополнительной где сделайте дополнительную петельку вот ну то есть я не буду пока делать я здесь не вижу смысла и третью спицу я провязываю тоже вот так вот лицевыми все полностью лицевыми как лицевой гладью вывязали до этого внутреннюю сторону так я буду свою свой пальчик делать лицевыми теперь довязала я третью спицу у меня получилось на моих спицах на 1 2 4 6 петелек на 2 3 и на 3 сейчас 3 я еще сейчас хочу добавить вот этой дополнительной стеночки вот которая здесь у нас хочу добавить еще буквально петельку но добавляйте так как бы это красиво чтобы не было у вас таких вот больших зазоров в общем чтобы все было гладенько и красиво и так вот я добавила еще одну петельку потяните все ниточки нет петельку я не добавила я хочу немножечко ее не такую вытянутой вот сюда я веду крючком набираете дополнительные петельки чтобы вам было удобно и теперь подтянув вот эту ниточку можете ее даже на изнаночку спрятать вот эту вот которая у вас начало было вот так вот крючком во внутрь и загоните крючок и просто вытяните эту ниточку чтобы вам было удобно чтобы она вам не мешала вот так вот вытянули ее вовнутрь этот краешек можете тоже туда в общем прячьте его чтобы он вам не мешал и теперь вот этот краешек который мы набирали ниточки петельки провязывали мы теперь продолжаем по кругу вязать просто лицевыми то есть вот смотрите первая петелька у вас будет вытаскиваться так как это был набор с новой нитки и продолжаете все остальные просто вяжите лицевой у меня на первой спице получилось 6 петелек на второй спице 1 2 3 я могу даже немножечко переодеть цвет этой спицы чтобы у нас было как-то приблизительно одинаковое количество и на третьей спице мне один два три четыре и так вяжите набранные петли по кругу то есть чтобы у вас как бы таким образом будет вырисовываться высота пальчика вяжите к примеру вот у вас высота пальчика пять сантиметров значит вяжите где-то четыре может четыре с половиной вот так вот четыре четыре с половиной то можете 4 и 2 провязать для того чтобы мы закончили пальчик либо если у вас допустим пять с половиной пальчик то как раз право провязываете почти пять сантиметров и мы с вами где-то там миллиметриков 5-7 оставьте для того чтобы мы закруглили закончили пальчик провязывайте высоту по кругу постепенно если у вас допустим между петельками образовываются вот так вот дырочки вы берете их распускаете крючком подправляете то есть смотрите максимально чтобы у вас не было дырочек если же этого вам избежать не удалось мы для этого оставляли вот тот краешек ниточки которая у нас сейчас с изнаночной стороны мы им просто потом в день им в иголочку ниточку и немножечко подправим красиво наши косички то есть это если вам не удастся избежать дырочек у меня не удастся почему потому что у меня тоненькие нитки если будете вязать более толстыми там будет попроще если вы вяжете такими же тоненькими как и я то все таки не удастся избежать тем более у меня ниточка немного стрейчево то есть она у меня немножечко тянется и теперь набирайте в общем высоту пальчика я вам покажу как закончить вот и все я провязала высоту своего пальчика и теперь коль это правая ручка то мы будем делать как и прежде в конце 2 петельки вот так вот будем сокращать поворачивая у меня на одной спице 4 на 2 4 на 3 5 петель и я буду сокращать в принципе максимально ну то есть вот я сейчас вторую сокращаю теперь на 3 первые 2 на 3 3 провязываем и вяжем последние две петельки вместе все как и прежде сверху мы делали на окончании варежки сейчас просто одну вот провяжите и две последние сокращаете снова одну провяжите две вторые сокращаете и тут 2 провяжите третью четвертую сокращаете сокращаете просто я же говорю из двух провязываете последних лицевой если будете делать левую варежку то сокращаете две первых просто провязываете вместе вот таким образом у нас осталось сейчас 5 и мы еще раз сделаем вот эти вот сокращение из двух провяжем одну и здесь из двух провяжем одну не забывайте поворачивать поворачивать для того чтобы косичка ложилась ровненько красивенько и теперь вот еще раз и и на последний на вот этой третьей спицы провязываете одну и две последние провязываете вместе поворачиваете вместе у вас осталось 4 петельки как мы их уберем смотрите последнюю провязанную вместе вот которая возвращаете на вторую спицу и делаете протяжки как мы с вами делали сверху то есть вот на неё нанизываете вот эти оставшиеся петельки у нас и всего 3 вот переодеваете вот эту петельку на которую нанизывали на последнюю спицу вот так вот все нанизали теперь отправляем и точно также делаем крючком две воздушные петельки как я вам говорила и вначале подтягиваете хорошо затягиваете а затем две воздушные петельки либо одну и обычно две делаю для того чтобы не распустилась вытягиваете и обрезаю вот обрезали кончик вы этот спрячете серединку сейчас мы померяем с вами пальчик сколько у меня получилось вот у меня получился где-то пять и чуть-чуть здесь с маленьким хвостиком где-то пять сантиметров вот этот хвостик еще раз повторюсь спрячете в серединку туда вовнутрь вот эту вот этот хвостик прячете тоже в серединку здесь из остатка ниточки которые мы делали наизнанку отправляли подправляете чтобы не было дырочек у меня в принципе все получилось довольно таки аккуратно я подправлять ничего не буду я просто закреплю с внутренней стороны краешек если же у вас еще раз повторюсь если же у вас какие-то дырочки получились не получилось хорошо одеть вокруг вот эти петельки то вы просто немножечко так тайными шовчиками между рядочками хорошо закрепите вот так вот попрячьте эти дырочки я надеюсь что у вас в принципе тоже должно все аккуратненько получится и так наша варежка одна готова правая сейчас делайте аналогично левую кроме того все делайте точно так же кроме того что оставляете для пальчика уже теперь с левой стороны то есть для левого пальчика мы связали правую теперь для левого пальчика с левой стороны точно так же через 14 рядочков и сокращение сверху и с пальчика и на пальчики делайте уже две первые петелечки то есть что здесь начинаете с двух первых они последний что здесь начинаете двух первых ну не последний резиночку узорчик убавляете точно так же как я вам говорила в этом в этой варежке вправой то есть узорчик сокращаете точно также. Итак, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам пока-пока!